всем привет у нас очередные ответы на ваши вопросы кстати очень удобно я отвечаю до рассказываю про что-то потом через какое-то время люди пишут расскажи об этом я говорю я уже рассказывал раскопирую и не нужно заново все объяснять мне прям очень нравится вот плюс я почитал больше двухсот вопросов и написали естественно на все не успею ответить да ну так выбираю немножко я почитал очень растет заметно прям вырос уровень полупрофессиональных таких профессиональных вопросов про камни то есть это мне это очень нравится очень здорово значит вы смотрите все-таки мои занудные видосы и поглощаете какую-то информацию до сегодня все много спрашивали про личную жизнь про путешествие про хобби про семью про всякое про разное и про камни да поэтому смешаем все в кучу я думаю что можно пообщаться на разные темы начнем а кстати с кольцо с метеоритом нашу не снимаю вообще в принципе она чуть-чуть потемнему вот тут вот где касается соседних пальцев да но при этом ржавчины вообще нет совсем то есть хорошо выглядит поэтому возможно она действительно совсем не проживеет или очень хорошо легло радиирование то есть она покрыта родием да но посмотрим эксперимент продолжается так приступаем вы много путешествуете расскажите какие самые опасные страшные приключения у вас были ну прям опасных страшных чтобы там где-то меня убивали такого не было да но такие были неприятные истории да это когда мы ходили с рюкзаками по папу пару недель папа новой гвинеи так где такие кучерявые бородатые чернокожие люди с каменными топорами и мы спустились как раз вот ходили ну по сути это пеший поход тоже дорог там нету да мы спустились вниз и на следующий день произошел там ну не прям военный переворот но восстание местное произошло и обрубили электричество чтобы папуасы не могли созваниваться по телефону координировать свои действия да вообще получается западная половина папуа новой гвинеи этого острова большого она купирована малайзии уже давно и папуасы собственно живут там под малайзийской оккупацией то есть азиаты оккупировали негритосов и вот они регулярно делают попытки каких-то восстаний народные волнения там регулярно и собственно вырубили электричество вырубили телефонную связь и я понял что следующий шаг это что произойдет закроют аэропорта чтобы не могли виновники какого-то восстания на самолете дернуть и мы успели вылететь и в тот же день вечером закрыли аэропорт то есть это вот так в принципе я понимаю что если мы там остались то да нас бы не стали убивать мы иностранцы кому нужны там вообще да мы никакого отношения к их играм не имеем но мы просидели там несколько месяцев в заперти там такой городок в обмен и из него невозможно попасть в мир вот как-либо кроме как самолетом то есть дорог там нет вообще ну или несколько месяцев пешком под джунгли фигачить да это очень сложно дорого потому что чтобы нести много еды нужно нанимать много носильщиков которые тебя могут там же и в принципе это прикопать где-нибудь вот я понимаю что нас не убили но мы просидели там несколько месяцев без связи без интернета без реки без электричества в этом ничего хорошего конечно нету вторая история я рассказывал когда был у пучкова с саши соколовым мы обсуждали поездку на яву когда у нас на яве мы спуске мы спустились в вулкан и джин там горит сера на дне серное озеро очень красивое у нас украли рюкзак со всеми документами местные жители и мы сильно переживали потому что смотрите я не живу в россии из 20 лет верона не живет в россии 16 лет нам пришлось возвращаться в наши родные города где мы не были много лет и восстанавливать все все документы полностью начиная свидетельство рождение даже получить загранпаспорта на этом ушло несколько месяцев и естественно наши бизнесы очень сильно пострадали плюс выяснилось что чтобы получить справку по которой можно вылететь без паспорта нужно попасть естественно в российское посольство до него нужно было ехать примерно две недели на рейсовых автобусах потому что не имея паспорта ты не можешь попасть на местный внутренний авиарейс и ты не можешь попасть в поезд ну как и во многих странах насколько я знаю в россии тоже да без паспорта на поезде не особо покатаешься миграции на автобусе тоже только на этих как их на попутках вот неприятно было но мы там подняли навели такую движуху мы обзвонили всех всем угрожали всех это кого администрация района администрации провинции полиция спецназ военные станции рейнджеров и мы всем говорили что мы знаем серьезных людей из правительства что мы знаем сотрудников телевидения что если они не сделают что-то то завтра тут будет тут будут все телевизионные каналы рассказывать о том что полиция бездействует армия бездействует но это я краткий пересказ да и где-то к 11 вечера во-первых у нас украли в 4 утра это значит рюкзак с документами где-то в 5 вечера волна уже пошла и они начали звонить друг другу и говорите вы в курсе что приехали какие-то очень типа там люди со знакомствами big position да типа там какие-то большие люди со связями и надо что-то делать а то у нас будут проблемы сейчас из столицы по наедут чиновники значит прокуратурой все остальное зачем нам это нужно и в 11 вечера в кратер вулкана где у нас украли рюкзак ввели рейнджеров ну то есть по нашему лесники да спецназ и войска вот и наш рюкзак нашли его там где-то то есть естественно у нас его украли уже утром было видно да если бы кто-то попытался из кратера с ним вылезти на спине или там в руках мы были сесть на это заметили поэтому логично что его там спрятали прикопали и собственно полиция войска спецназ рейнджеры его нашли и нам отдали это вот вторая история которая так ну тут опасности действительно никакой не было да прямо там угроза жизни но было очень неприятно и третья история произошла очень давно со мной лет наверное 15 назад я путешествовал по латинской америки по амазонии меня идея меня еще троих моих товарищей индейц по амазонке уже в верховьях вез ну то есть там амазонка уже совсем была узкая метров 10 наверное он вез нас мы хотели попасть в совсем дикие племена где ну в соломенных юбках и с луками бегают договорились что за четверых туда и обратно причем туда три дня нужно было плыть и обратно три дня плюс еда уже входит за четверых 300 долларов и где-то через на половине пути то есть полтора дня мы проплыли он причалил к берегу и сказал что он придумал теперь из каждого по 300 долларов у нас к собу не было была карточка мы показали карточку он ее бросил так вот в джунгли достал пистолетик из-за спины из штанов и нас всех попросил покинуть лодочку естественно наши вещи все забрал себе ну вот там и там был ручеек из которого можно было пить но не было совсем еды и оказалось что еда это не главная проблема главная проблема знаете какая во первых невозможно было двигаться то есть плыть по реке это практически всегда самоубийство то что очень много опасных всяких животных водится до амазонии пройти по джунгли было невозможно они выглядели примерно вот так вот если вы помните я показывал как заросли бамбука выглядит в таиланде ну примерно то же самое то есть даже если у тебя супер острый мачете ты будешь прорубать дорогу со скоростью там ну не знаю километр в день наверное где-то так и самая главная проблема оказалась в том что было невозможно спать потому что листья опавшие вот подстилка да они были все они кишили насекомыми и как только ты садишься вы наверно заметили если кто-то смотрит постоянно discovery всякие там клубы путешественников местные индейцы амазонские они всегда сидят ток на корточках это потому что как только ты садишься попой или на колени становишься или весь ложишься тебя начинают грызть сразу же там очень много видов насекомых которые очень больно кусают вот вот такие муравьи которые если укусит у тебя задница будет раза в три как минимум больше поэтому вот пришлось проводить время основном стоя ну и где-то на четвертые сутки у меня начались галлюцинации уже и мы решили что все-таки мы потянем жребий и кого-то одного из нас по реке отправим мы столкнули в речку дерево сухое что вот этот кто-то но такой смертник да значит зацепится за дерево и поплывет вниз по реке искать помощь какую-то и как только мы это начали делать оттуда попала лодка то есть не туда куда мы плыли да не в ту сторону и попутно а наоборот и мы установили запрыгнули в нее и собственно сказали что что хотите с нами делайте но мы уже с лодки не вылезем потом разобрались оказывается это и этот индейц он действительно был мошенником он не раз уже сидел в том числе и когда-то сидел за убийство и он в принципе сказали мог бы нас и перестрелить но это вот самый наверное опасный такая самая опасная история в чем галлюцинации у меня знаете какие были я видел вот я стоял с товарищем мы обсуждали что делать я поворачиваю голову а тут стоит ведьмак сапковского вот прям я сначала такой блин ну что-то это привиделось потом ну так отвернулся протер глаза поворачиваю стоит смотрит слушает наш разговор у него все шрамы вертикальный зрачок седые волосы заклепки на куртке но прям реально мне казалось что можно потрогать то есть это вот с такие галлюцинации оказывается бывает но видите из этой истории мы тоже выбрались совершенно нормально в принципе больше каких-то вот таких вот прямо опасных увлекательных не было поэтому давайте вообще я чувствую всегда район я чувствую людей я как-то вот на чек смотрю понимаю что нет не стоит с ними куда ехать не стоит ему доверять а вот это да он нормальный и поэтому я крайне крайне редко попадаю в какие-то подобные такие опасные истории так дальше расскажите про такой интересный материал как коралл имеется ввиду скорее всего черный коралл красный коралл вы знаете их добыча по всему миру уже много лет преследуется законом это очень правильно я совершенно за вот там практически везде очень серьезные штрафы уголовные сроки и в том же таиланде в том числе и в египте насколько я знаю и я все поддерживаю поэтому мне много раз заказывали например красный коралл да и старых запасов который еще был добыт и где-то хранится до введения этих законов почему с документами я пытался найти ничего не нашел и стоит это кстати очень дорого оказывается вот кусочек там с палец до красного коралла хорошего цвета яркого красного стоит тысяч пять-семь долларов поэтому если вы покупаете там за несколько тысяч рублей что-то похожее на красный коралл ну конечно же это крашеный белый коралл то есть тут сомнений никаких нету случайно чтобы вам кто-то такую ценность продал за три копейки ну нет таких историй не бывает как и с драгоценными камнями подробнее про коралл рассказать не могу потому что не был сам в местах их добычи тоже добычи нету насколько вы понимаете например вот на жемчуг собираюсь потому что его добывают а коралл не добывают правильно делают так правда что большинство камней на мировом рынке с кривой массовой азиатской огранкой и чем это связано рассказываю смотрите например вот такие вот два примера да из всего корунда корунд это у нас рубины и сафиры да это такой минерал из всего корунда вот красного цвета это принято считать рубины вот из всех рубинов которые добывают ювелирного качества которые годятся для нашего дела всего 0.8 процентов добывается меньше одного процента все остальное но это такой там третий сорт брак их заливают стеклом делают всякие там диффузии красят маслом с краской наполняет четок с ними делают вообще естественно смотрите у него себестоимость ну один доллар да вот у этого куска какого-то поделочного вроде как корунда но он поделочный один доллар он стоит хороший огранщик который ровно все огранит берет долларов там 20 30 40 смысл пропадает весь полностью то есть вы понимаете что их отдают вот нашли какого-то деревенского алкаша на шиванке у меня кстати возле мастерской такой алкаш как раз живет ему прям ведро заносит говорят слушай мы тебе зовут за это ведро все ограни мы тебе заплатим 100 долларов и еще значит пузырь поставим и вот он гранит там пьяный все криво косо как бы не это совершенно ну не оправданно да эти камни отдавать хорошим ограничкам вот собственно такая ситуация но опять же бывает обратная сторона медали бывает я уже рассказывал много раз показывал что если это высокого качества хорошего цвета рубин допустим голубиная кровь теперь очень часто дорогие камни гранит неровно несимметрично потому что для создания симметрии придется срезать кусок стоимостью там допустим миллион долларов и у него будет потрясающий тогда эстетизм да них никто этого естественно делать не будет а по поводу сапфиров то есть корунды этот красный трубин не красные это сапфиры да считается то есть это по сути один минерал только разного цвета потому что там разные металлы придают цвет так вот а сапфиры сейчас я скажу хорошего и верного качества которые годятся для нашего дела с вами 1.2 процента все остальное полная хрень с которой тоже стеклом заливают что только с ней делать я про корунды буду дальше энциклопедии снимать скоро вот на днях ну вот собственно отсюда берется кривая гранка а кому еще отдавать я думаю что ну как бы это получается что дальше когда гранили они кривые то получается камни выходного дня то есть по сути подделки или третий сорт брак да который там поехали на выходные на шиланку купили поносили где-то потеряли выбросили забыли и все и ничего страшного то есть поэтому да это правда и ситуация меняться не будет потому что ну они стоят слишком дешево чтобы их отдавать какому-то ограничку который бы их огранил ровно вот то есть работа стоит дороже чем то есть получается что огранить один камень стоит дороже чем 20 камней ну то есть тут ничего не сходится цифры не сходятся так вообще расскажите про огранку камней виды и т.д. я не вижу в этом смысла перечислять сейчас виды огранки зайдите погуглите вон гугль да там виды огранки и там их много довольны и названия все написаны видно в чем разница единственное что могу сказать что нету какой-то огранки которая стоит дороже или которая стоит дешевле нет то есть это дело вкуса совершенно так дальше где именно в подмосковье будет проходить война викингов как посмотреть поучаствовать она уже прошла я не ориентируюсь мы ехали по точке значит от москвы вроде как два часа что ехать или три часа на машине специально не давали полигон в лесу подальше от цивилизации чтобы посторонние люди в том числе нас там не нашли очень хорошо повоевали у меня получилось даже без ранений хотя ранений было довольно много травм как посмотреть или поучаствовать смотрите мы с климом жуковым будем проводить войну на майских праздниках и там будет один день для туристов куда можно будет естественно заплатив за билетик пройти и посмотреть почему не бесплатно потому что это стоит дорого мы закупаем там воду дрова то есть привести фестиваль стоит аренда полигона самого да у нас там ну расход довольно большие мы арендуем нанимаем лошадей музыкантам платим зарплату транспортные расходы довольно большие ну и как бы нам и без туристов хорошо ну вот честно да у нас сейчас фестиваль прошел без туристов ты полностью погружаешься в атмосферу ты несколько дней не видишь вообще никаких современных предметов и людей в современной одежде это очень хороший отдых я прям разгрузился прям отлично ну и когда люди появляются ну хорошо если ты за счет этого как-то выйдешь ну не в ноль даже а там расходы чуть-чуть подсократишь вот как поучаствовать вы можете загуглить вот я не знаю в каком городе живете сергей сноу допустим вы живете ну например там в ростове загуглите ростов клуб реконструкции у вас несколько клубов там в ростове да или где вы живете вот туда нужно прийти сказать ребята я хочу с вами заниматься реконструкцией что для этого надо вам дадут список там каких-то вещей оружия чего что-то можете сами сделать что-то можете заказать швеи например шмотки можно самому пошить можно заказать я например заказываю мы занимаемся у нас главное направление это 9 10 век эпоха викингов вот если вы пошлетесь вы можете смело приезжать на наш например майский фестиваль с нами вместе воевать в нашей дружине ну естественно если вы человек адекватный потому что если там бывают истории у меня например нет проблем с алкоголем да и в основном у нас в дружине люди которые если даже и выпили они себя ведут очень адекватно ну вот если у вас есть такая ситуация что выпиваете алкоголь начинаете агрессировать мы таких сразу же связываем и сдаем в полицию прям вот у нас это прям налаженная это сдача если таких проблем нет приезжайте будем рады ну надо мне ватсап написать да я могу вам там подсказать что нужно так расскажите о себе откуда вы и верона про семью так хочется про вас больше знать именно как про людей не экспертов драгоценных камнях очень много раз рассказывал как познакомились откуда приехали ну вкратце напоминаю я из белгорода это город в россии до столица белгородской области рядом с украиной у нас там харьков рядом мы в детстве в юности ездили в харьков покупали там эскимо и потом жвачки когда они уже начались а у нас еще в харькове были а у нас нет а а и там было еще фанта и пэмсиа у нас тоже не было вот я из белгорода когда мне было 20 лет уехал жить с границу собственно 20 лет прожил в таиланде до 20 с лишним лет сейчас так как таиланд закрыт живем в черногории верона из барнаула это тайский край значит когда ей было 16 лет она уехала за границу закончила училась в оксфорде в бирмингеме то есть оксфорд и бирмингем это два отдельных заведения образовательных в англии да потом там поработала какое-то время и переехала жить в таиланд собственно там мы познакомились дальше все стандартно об этом есть подробно год назад где-то в апреле записывал как раз ответы на вопрос там посмотрите так где можно отслеживать динамику стоимости камней какие-то графики биржи и т.д ну смотрите есть платные сайты где стоит подписка денег причем там есть где-то 70 долларов есть 200 долларов в месяц да там выкладывают графики если вы погуглите вы их точно найдете мне они не нравятся честно потому что очень часто то что я вижу на рынке в живую ну смысле вот когда приезжаю закупать да и то что написано там очень часто к сожалению не совпадает поэтому ну вот я могу провести аналогию где узнать цены на там допустим поддержанные машины двух-трехлетние да можно зайти на сайты посмотреть но чтобы действительно в этом разбираться и шарить нужно в этом ну просто глубоко погрузиться в тему и быть в ней постоянно держать руку на пульсе вот собственно здесь тоже самое то есть другого способа никакого нету я не знаю какого-то вот сайта или портала где прям действительно отображается реальность по ценам по перспективам по всему потому что все равно я смотрю где-то они завышают где-то занижают ну то есть до них информация доходит или с опозданием или с искажением потому что я не думаю что они узнают цены у первого звена скорее всего это какой-нибудь второй третий четвертый пятый перекупщики что-нибудь такое поэтому информация искажена так на войну викингов фестиваль пишите пожалуйста ссылку ссылок нет потому что мы проводили мероприятие для себя мы хотели отдохнуть от современной жизни вот выше говорил как можно в этом поучаствовать так расскажите о камнях с эффектом кошачьего глаза посмотрите видео я выкладывал надо месяц где-то назад или месяца два назад про александриты там же есть про эти камни так ваши ювелиры чем обрабатывали перстень из метеорита перстень из метеорита обрабатывали лазерным резаком что это такое я не знаю это делали не мои люди это делает вот как раз камни с неба человек и еще и у меня есть таких пару знакомых которые это делают у меня такого оборудования нет так расскажите о марганите аквамарине кунците и т.д. и т.п. не дошли еще руки мы еще основную группу не разобрали я по сути только вторую часть энциклопедии сейчас буду снимать я снял про шпинель год назад сейчас делаю про корунды это рубины и сафиры я хочу снять ну потом про гранаты потом про что у нас допустим про лунный камень то есть более ходовые известные это уж совсем ну например кунцит я что-то вообще и даже не видел какой-то прям вау офигеть какой классный да так учит ли вас гемолог определять минерал под микроскопом польза спектроскопом да учит или вам это не нужно достаточно разных ручных приборов и насмотренности на самом деле конечно же это нужно для повышения самообразования я постоянно этому учусь да мы учимся работе с приборами я даже думаю записать наверное видеокурсы где будет гемолог что-то рассказывать про как раз вот приборы какие-то моменты химическую химические элементы структуры металла и все остальное а я буду рассказывать как это все правильно покупать как вести переговоры и нюансы смес добычи если вам интересно поставить плюсик можно записать такой курс он будет длинный и конечно же платный потому что ну я-то могу бесплатно а гемолог он человек работает это его работа да так достаточно ручных приборов и насмотренности то есть с одной стороны это знать нужно с другой стороны да насмотренности достаточно у меня вот ни разу не было такой истории что меня прямо взяли облапошили просто вот как как щенка да там развели или как мзунгу ну у меня насмотренность очень большая рассказал да что я месяцами сижу и смотрю и за дня в день ведрами эти камни просматриваю и поэтому меня обмануть довольно сложно или это должна быть помните историю с изумрудом да должна быть история когда подделка экстра класса такое может быть да то есть тут я могу обмануться но вот со мной таких истории пока не было вот с моим партнером на шиланке была ну и самое главное тут вы же видите что мы едем туда сначала несколько дней потом там пешком бывает там 5-6 часов в один конец и таскать с собой микроскоп и все эти ну нет я не готов пока вот это только нанимать отдельный чек а потом смотрите надо нести с собой обязательно есть у тебя микроскоп нужно ввести осветительные приборы которые будут работать на электричестве да вот поэтому наверное нужно нести для них еще эти блоки зарядное устройство но эти павербанки и наверное нужно желательно нести собой генератор и бензин к нему или там дизель ну то есть я не вижу смысл в этом если бы меня постоянно накалывали где-то и я бы нес огромные убытки наверное я об этом задумался а так пока мне моей насмотренности хватает вполне но это не значит что не нужно учиться учиться нужно я учусь постоянно так вы много рассказать о рбинах сапирах шпина или гранатах можете рассказать о аметисте ну да запилим сюжетик об аметисте значит аметисты у нас самые крутые в мире из руанды на втором месте бразильские стоят я соберу в кучу несколько образцов и вам покажу в бразилию собираюсь и на аметисты тоже там прикольные мне нравятся красивые так хотелось бы от вас услышать об опалах кажется у вас их ни разу не видела да вы правы вы ни разу не видели почему я говорю что я не люблю показывать картинки из интернета я люблю сам снимать материал да и рассказывает да чтобы там не на чужих примерах я должен был весь август привести в эфиопии но там из выборов были народные волнения страну закрыли я туда не попал у меня уже были даже билеты куплены вот сейчас пробиваю тему теперь осенью или зимой в эфиопию там очень много добывают опалов очень крутого качества ну они не такие красивые как австралийские но есть прям очень охрененные и я вот там на месте собственно вам про опалу буду рассказывать теорию я уже знаю то есть почему они сверкают что такое опалу с чего он состоит как эти все эффекты появляются и все остальное не люблю на картинках скачанных рассказов поэтому надо подождать пока я туда попаду так еще интересно узнать о родолитах это отдельный камень или все-таки это разновидность гранаты это разновидность гранаты про гранаты буду снимать отдельно большое видео энциклопедию так почему у вас нет украшения викинговской стилистики или викинги не носили украшения заранее спасибо викинги носили украшения довольно много но вы знаете там настолько все вот который с камнями они все очень кривые косые камни тогда гранили кабошонами полусферами причем полусферы в основном неровные очень сильно экономили золото поэтому все крайне тоненькое я вот в албании был снимал там я снял видео сейчас буду его делать монтировать там прям знаете вот колечки золотые которые то есть с камнями они только были золотом вот колечки которые золотые видно что его сделали для чего вот ты одел его так аккуратненько сел на перу красиво посидел или там на троне да ты ничего руками не делал то что они прям практически из фольги потом аккуратненько снял и убрал шкарту гучку все это вот как бы так делали в основном в основном есть конечно исключение но в основном вильярные произведения золота в то время были такими в у нас в римской империи да потом у нас в этом стабула то что константинополь византии там было все получше с золотом то есть они жили побогаче но тем не менее изделия там какие-то все все равно неказисты неровные симметричные совершенно поэтому носить их в современной жизни но как-то не красиво мне не нравится вот у меня есть несколько колец для реконструкции когда езжу да у меня комплект на англосаксов примерно седьмой век это люди которые жили в англии да и вот там найдены византийские украшения ювелирные но они так себе у меня в контакте картинки есть кому интересно посмотрите серебро с камнями насколько я знаю не делали но я не видел по крайней мере со стекляшками видел много но тоже смотрится так себе то есть неказисты совсем так сейчас читаем дальше а вот много вопросов на эту тему пришло константин приветствую расскажите как обстоят дела с миланской выставкой участвуете когда очень переживательно интересно знать с выставкой какая ситуация нас туда пригласили зимой вы помните отдельно записывал видео потом значит ковидные ограничения по сути их они тогда были их не сняли то есть организаторы думали что их пиету снимут их не сняли выставка должна была быть в июле ее перевели формат этого онлайн выставки то есть можно было прислать им свои изделия они бы их там как-то показывали снимали на видео фотографировали месяц как-то не очень интересно просто поехать туда тусануть в красивом костюмчике я поехал бы а изделия смысл зачем отправлять мне знать чтобы важно сам факт что меня пригласили и я ответил что я в следующий раз когда она будет живу я обязательно приеду мне написали да здорово мы вас ждем приезжайте ну то есть сам момент признание да важно а участие уже для меня не так интересно тем более войну вообще смысла нет так расскажите про российские племена крайнего севера почему их не изучаете камни в их краях имеются мне было бы интересно посмотреть такой цикл мне бы тоже было бы интересно посмотреть но вы знаете дело в том что в россии любая попытка даже не то что провести добычу для видео а просто подобрать камни которые лежат вот не знаю ты идешь там по уралу и вот были дожди вымыла там вода вымыла какой-то камень ты подобрал все у тебя уголовная статья но как-то знаете мне тоже было интересно посмотреть но вот финал этой истории мне не очень радует но вот такие законы в россии а по поводу племена крайнего севера племен крайнего севера да конечно интересно мне тоже когда-нибудь поеду посмотреть как это все в живу выглядит рекомендую тем кто интересуется книжка автор нефеткин называется военно дело чупчи очень много интересного узнаете у меня прям перевернулась вообще все вот мое мнение про народы празднего севера которых мы знали только из анекдотов да там что чупчи тупой и все так дальше вопрос по реконструкции сами делаете мандирование или покупаете в любом случае было бы интересно посмотреть на процесс создания ну смотрите когда я начинал мне было 14 лет у нас была такая мода что если ты воин ты все должен сделать сам и вот я когда-то выколотил себе шлем из листового железа на холодную конечно же да ну в 14 лет я не мог там кузнечными приемами овладеть я себе сделал кольчугу неклепанную сведеную это когда кольца просто так вот в стык сводятся и все одежду себе шил меч из рессоры болгаркой выпиливал но дело в том что и в основном все делали сами все ну я вот научился шить например да это круто обувь научился шить тоже но со временем реконструкция ушла на такие высоты что сейчас ты не сможешь на нужном уровне сделать всю одежду клепанную кольчугу выковать меч делать там посуду это гончарное ремесло надо освоить да там шлем шлема уже куют понимаете на горячий тянут с одного куска например вот нормандские шлемы которые с наносником такие с этим с острым верхом да ты не сможешь все это сделать поэтому но основном уже все все стали покупать я тоже покупаю и но чтобы сделать одночасный кованый цельно тянутый шлем по горячему ну надо несколько лет учиться как бы я не готов у меня столько времени может там как-нибудь на пенсии хотя интересно конечно но не столько времени это как машину самому чинить можно конечно самому чинить все свои автомобили но откуда времени столько про сток времени будет так дальше смотрим подскажите процесс огранки камней какие бывают нюансы брак камня при огранке с этим проблемы нужно просто на пальцах вам рассказать смысла нет нужно показывать снимать огранку меня пока не получается я уже об этом говорил там особенность какая это почти всегда полумрак какая-то лампочка которая светит прям вот на камень вот так вот она да и там как-то нужно подлезть камере все это снять я попробую когда на шланге у меня же мастерская там мой гранчик сидит но это будет не скоро шланка пока закрыта то есть это интересно рассказать но вот допустим прям снимать сказать смотрите вот видите кусок откололся все пипец все пропало так интересно а на пальцах я думаю что не очень так посоветуйте хороших ребят которые занимаются бижутерией не знаю таких не занимаюсь так скажите как в нынешних условиях можно получить янт и сколько сейчас это стоит янт имеется ввиду сак янт это шаманская тату которым я занимаюсь в качестве исследователя антропологии этнографии истории уже почти двадцать лет то есть в таиланде есть шаман который на твоем теле наносит вручную длинной иглой такой мантры их наговаривает и они верят то что у тебя меняет судьба таиланд ребята закрыт открывать его пока не собираются там проходят сми слухи что вроде как открыли его открыли причем на короткое время пукет это остров на котором нет шаманов шамана живут в районе бангкока там центре страны и если вы даже прийти на этот пукет то покинуть его чтобы поехать шаману вы не сможете если прям очень сильно нужно то это нужно приехать в какой-то отель заранее забронированный в банкоке отсидеть там 12 дней это стоит недешево и и тогда да вы можете поехать и некоторые так и делают некоторые но мне кажется лучше подождать сколько это стоит татуировка стоит от десяти долларов пятнадцати до нескольких тысяч это если все тело забивать там две недели как правило в среднем люди укладываются вот вся поездка полностью транспорт бензин перевод подношение в храм татуировка примерно все люди большинство укладываются в шестьсот семьсот долларов это татуировки в нужном количестве чтобы удовлетворить потребности запросы ну среднего человека да там допустим хочу здоровья и удачи или там любовь и красоту там чего-нибудь такое так дальше хотелось бы услышать про вашу коллекцию минералов ну как-нибудь сниму дело в том что она раскидана часть на шей-ланке часть в москве часть у нас в черногории часть Таиланде это все собирать нужно долго так как хранят коллекции камней если накупить камни на несколько сот тысяч ну тут два варианта во первых никому не нужно рассказывать что они у вас есть да вот вот во вторых дома нужен хороший сейф обязательно а в третьих пожалуйста арендуйте ячейку в банке очень надежно вот я советую именно хранить в банке в ячейке так очень хочется увидеть новую историю про добычу драгоценных камней еще почаще камни гели а еще про путешествия лучше видео любые ваши видео радуют спасибо удачи я тоже хочу побольше этих добыч прям вот не терпится поехать но к сожалению вот так удача смотрите шиланг закрыта бирма закрыта латинская америка где-то открыто где-то закрыта но в основном даже если страна открыта добыча закрыта да потому что там карантин я вас закрыта вот как бы эфиопия закрыта вот пока я не могу придумать куда дернуть я с удовольствием сейчас у меня в планах пока вот номер один это эфиопия жду когда можно будет туда как-то пролезть протиснуться там может взятку какую-то заплатить вообще получается перспектива ближайшая то африка в африке более-менее сейчас страны как-то открытые ну там какие-то да так про янтарь чтобы снять про янтарь это владислав пронин чтобы снять про янтарь нужно ехать в бирму потому что самый крутой и самый красивый и самый древний но один из самых древних янтарей в мире да находится там а он очень красиво мне очень нравится это от снимать конечно что на месте показывать ну снимать видос показывать картинки с гуглия ну как-то не то мне кажется как живется таиланде люди ассимиляция подводные камни и всякое такое очень много в этом рассказа посмотрите мои интервью пучкова наберите константин анисимов гоблин лет наверное пять назад две части мы сняли очень подробно рассказываю вы знаете сейчас прошел сколько времени да я там пожил сям пожил мы в барселоне жили восемь месяцев но вот пока в соотношении цена качество налоги зарплаты безопасность качество образования медицинское качество медицинское обслуживание фрукты погода пока лучше таиланда я ничего не нашел ну вот как бы так получается то есть я ни в коем случае не патриот таиланда есть люди которые там найти приезжают например в вьетнам и говорят все вьетнам навсегда моем сердце ни на что не променяю я променяю без проблем моя родина планета земля ну вот я в любую страну куда приезжаю я ее оцениваю с точки зрения а что если сюда приехать пожить и пока таиланд выигрывает вообще у всех вообще у всех поэтому очень хорошая страна мне очень нравится так дальше я читал интернете про серендибит встречался ли вам ювелирного качества пишут про него что он редкий вы знаете вообще камней несколько десятков тысяч видов и нет не встречался и еще очень много чем не встречалось вообще совсем а что-то даже бывает показывать спрашивать что это такое говорят там какой-нибудь хризопраза там пробердит да я забываю тут же эти названия ну видимо потому что он мне вот как-то в сердце не зашел а если бы зашел я бы запомнил бы конечно так когда следующий конкурс не знаю пока есть честно пока не понимаю смысл этих конкурсов мне не нужно повышать какие-то охваты там подхваты и все остальное и после конкурсов конкурсов всегда много негатива вот после последнего конкурса мне написала чек не знаю 30 что ты за это заплатишь на самом-то деле выиграл я а вот вот он проиграл а я вот лучше ну короче всякий бред пишут что земля круглая карма она все видит и да бог все видит и всякую другую хрень поэтому пока не понимаю если понимаете зачем их проводить напишите говорят что в инстаграме вроде их есть смысл проводить то что там кита охвата повышается но опять же мы и так работы загружены во вот так вот так сейчас дальше ты 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 можно ли работать переводчиком серии драгоценных камней конечно можно как и любой другой сфере если вы хорошо знаете английский и какой-то другой местный например на шиланке тамильский сингальский или бирманский или тайский тот же да или вот я в пакистан кстати собираюсь но он тоже опять же закрыт пока или там сухи или вы знаете конечно можно работать английские связки с русским вот только английский только русский ну нет мы этот в россию иностранцев каких-то возить на добычу чтобы их там пересажали всех я смысла никакого не вижу так опять личную коллекцию объяснял хотелось бы увидеть коллекцию хорлеев у меня всего три с половиной хорлея про один обзор я снимал вот который я сам своими руками сделал да кастомный смотрите на канале ищите два других ну сниму как-нибудь расскажу про них там какие плюсы минусы вот хороший вопрос скажите пожалуйста как выбирать бусы из натуральных камней например шпинель сафиры замрут с песартины это гранаты сколько они должны стоить написано стоять и вообще из настоящих драгоценных камней делают ли бусины нет не делают бусины делают или из подделок ой или из подделок или из мусора вот который уже только выбросить и все никто хороший изумрут хороший рубин сафир который стоит там не знаю 20-30 тысяч долларов никто его сверлить насквозь не будет потому что после этого камень портится но собственно ты его потом не продашь уже никуда да поэтому я хочу тоже делать бусы но это знаете такие нужно турмалины в которых много много включений там они все в трещинах вот их можно сверлить и что-то сделать с ними мне нравится я недавно видел сочетание жемчуг темный и плохого качества турмалины кабошу ограненные тоже бавалы и в кружки про них дырочки просверлили мне понравилось вот я бы такое сделал бы там еще литые бусины золото серебро тоже с мелкими камешками драгоценными классно вот такое мне нравится из драгоценных качественных камней бусины я никогда не видел вообще и вряд ли кто-то будет это делать но какие-то бренды там изощаются но это знаете такая пиар акция потому что по сути эти камни ты угробил так смотрим дальше почему основная добыча драгоценные драгоценные камни стоточен в южном полушарии какие у вас соображения тоже думаю часто об этом не в южном полушарии они в основном вдоль экватора там плюс минус да мне это очень нравится потому что если по недель были на северном полюсе или за полярным кругом было бы не так здорово их добывать там путешествовать я думаю что знаете чем связано на самом деле скорее всего они есть везде но вот смотрите в танзании пастух ходил значит проходил через ручей споткнулся там нагнулся посмотрел кристалл синий подумал что сапфир потом оказалось что это танзаниты когда пастух ходит за полярным кругом чупче который пасет оленей да он не может споткнуться какой-то камешек который торчит из грязи возле ручья потому что ходит только по снегу он не видит практически поверхности открытой плюс еще момент там значительно меньше населения то есть поэтому какой-то мальчик который где-то бегает вот помните добыча где гранаты это зубилами фигачили масая в гранаты да мальчики бегали случайно нашли козу искали коза потерялась или корова но вот в танзании и в индонезии мальчиков в миллион раз больше которые бегают просто да и смотрят под ноги чем за полярным кругом я думаю что там тоже есть просто не нашли но опять же очень большую часть северной территории занимает у нас что бывшая ссср россия и советские годы сейчас георазведка насколько понял подзагнулась еще только газ нефть всякую такую хрень а в советские годы установки на то чтобы искать драгоценные камни не было вообще если находили то случайно советскому союзу не нужны были всякие бирюльки да вот они искали там титан никель и все остальное я вот с этим связываю тоже думаю об этом много раз хороший вопрос так вот хотел спросить у сапфиров с 12 лучевой звездой эта звезда получается более бледная чем 6 лучевая у такого же качества сапфиров это правильно или звезды должны быть сопоставимы по яркости смотрите у нас получается что одна 6 лучевая звезда возникает когда в камне камень насыщен единонаправленными полостями но образно говоря трубочки до пустые трубочки или полости вот они должны быть определенного в определенном количестве на миллиметр и определенной толщины вот так по или бед первый способ как появляется звезда да второй вариант это например рутил то есть это минерал насколько я помню рутил это у нас титан да я могу путать вот он тоже вот как бы в определенном количестве на квадрат на миллиметр если есть определенное количество вот этих вот кристалликов рутила нужной толщины они дают звезду если есть и рутил и тут же в этом же камне есть полые трубочки то звезд становится два раза по 6 то есть 12 а дальше все зависит от того вот какие нюансы то есть какой толщины этот рутил рутил сколько их сколько трубочек этих какой они толщины бывает что все 12 одинаково яркие очень сильно бывает что 6 яркие 6 бледные бывает что все 12 бледные еле рассмотреть их можно вообще то есть по-разному бывает это не обязательно что 6 будет бледных 6 ярких нет бывают разные варианты так дальше вот кстати прям видите вопрос интересный да так как подобрать камень который будет помогать реализации задач по жизни спасибо вы молодец удачи вам вам тоже спасибо но смотрите я атеист я уже говорил но я провожу постоянно эксперимент какой-то шаманизмом взаимодействию да мне вот мой друг шаман с которым я уже почти 20 лет знаком когда сказал что на указательном пальце главной руки а я левша да носи синий сапфир и вот будет у тебя хорошо все с деньгами и получается там как деньги власть энергии типа такого но власть это не не политическая власть имеется ввиду а что вот у меня есть там подчиненные я не управляю и не уважают там боятся да ну вот я нашу проверяю смотрю как будет смотрите из такой момент я никогда не узнаю как было бы если б я его не носил но носить интересно конечно вещь со смыслом говорил уже людям такое нравится отдельное видео с рассказом о ставролите хиостолите и андалузите ребята ну вот я уже говорил что ко мне десятки тысяч и среди них много интересных я всего этого видел только андалузит и он мне что то есть честно не впечатлил поэтому пока не могу ничего давайте разберем основную группу хотя бы там 10 камней так как относится к мотоциклам булева отлично отношусь есть с очень хорошим звуком очень такие прокаченные мотоциклы и как бы мне вообще нравится когда-нибудь себе тоже прикуплю сейчас я даже немножко решил изменить харлею думая покупки вот того самого бмв помните показан мотоцикл такой оппозитный с крупным движком там 1.7 кажется кубиков 1.7 литров да вот положительно отношусь катался понравилось звук хороший так если у вас конкуренты из россии и других стран снг продавцы камней конечно же есть но я не я не считаю у нас конкурентами мы скорее всего партнеры и мне вообще хотелось бы чтобы знаете там у нас была какая-то взаимопомощь например я не могу какой-то камень найти для своего клиента позвонил говорю ребят помогите может вдруг у вас есть а у них там раз и есть да вот но дело в том что видите я в россии не живу никого тут не знаю в этом плане и процентов 30 только у нас клиентов русскоязычных русскоговорящих причем это не только россия это россия украина и вообще русские которые живут во всем мире да мне русские заказы из болгарии сша из японии из сингапура откуда только не за из ирана даже ну вот то есть наши люди везде есть ну поэтому не знаю конкурентов если вы имеете ввиду чтобы кто-то так же ездил по добычам там все значит разбирал досконально докапался до всего находил точку номер ноль да прям вот именно здесь добывает вот владелец будем работать только с ним я про таких честно не слышал я знаю что в основном покупают все-таки на выставках или у перепродавцов каких-то но это не значит что если не слышать не знаю что их нет возможно не есть как бы я не в курсе так расскажите про ковмарины то же самое поеду на добычу ковмаринов расскажу про ковмарины так как происходит сделка оплата все очень просто пишите мне вот сам тех задания привет хорошо если вы напишите привет у меня есть допустим там пять тысяч долларов хочу изумруд но бывает что пишет так привет я не знаю что я хочу у меня есть там допустим не больше двух тысяч долларов да я сдал кит наводящие вопросы понимаю что вам нужно допустим вам вот у вас 2000 долларов вы кольцо хотите себе если вы дядя или там своей тете говорит там себе ага ну вот я тебе советую черный бриллиант черный звездочный сафир например да мой любимый там серый шпинель нравится нравится хорошо дальше беру предоплату это международный перевод на мою тайскую компанию в этом ничего сложного нету это на русскую карту предоплата там вариантов вообще миллион по ипл в стране ничего угодно можно на вот предоплата составляет ну где-то 500 тысяч долларов это если 1300 тире 5 тысяч долларов бюджет если это бюджет десятки или сотни тысяч долларов ну конечно я беру побольше да чтобы понимать всех серьезно настроен далее я подбираю камень снимаю фото видео скидываю вы говорите да мне нравится я покупаю свой счет мы делаем изделие доставляю вам вы получив его на руки вместе с документами и если есть желание проверив его например там в том же или в нью-йорке или лондоне еще в лаборатории ходят мои клиенты проверяют вы тогда отдаете остаток суммы если я не нахожу то что вам понравится я этот предоплату вам возвращаю обратно вот бывают спорные конечно если недовольны вот кстати почему-то никто такие вопросы не задает да недовольны конечно же есть у меня были такие истории что привет найди мне такой камень скинул предоплату камень я нашел да берем я его купил потом пишет ты знаешь я женой поругался от заказа отказываюсь верни деньги ну как бы я же по твоей просьбе купил этот камень свой счет как бы он там не вообще сто лет этот камень какой-нибудь розовый там сафир что я с ним буду делать я не могу сразу вернуть деньги я могу камень выставить на продажу когда я его продам я тебе эти деньги верну но вот есть люди которые не понимают начинают скандалить я заявлю в полицию ну для этого надо поехать в Таилан там написать заявление и тогда мы через суд конечно все решим а так если вдруг вы уже по ходу дела придумали приходится ждать когда я продам когда я продаю я деньги возвращаю вот у меня была история женщина из ростова заказала там целый набор из сафиров за дорого там несколько десятков тысяч долларов я их все выкупил потом она по какой-то причине придумала семейные обстоятельства какие-то да я не знаю там деньги нужны я и сразу предоплата предоплата была там что-то тысяч пять долларов я и сразу не отдал вот сейчас эти камни потихоньку продаю ей деньги частями отдаю я считаю справедливо довольно так дальше смотрим сейчас уже почти час сделаем вторую часть тут еще не все интересные вопросы разобрали так вот подумаю продлить себе немного лет и поехать Черногорию второй половине сентября до конца октября формате поработать в приятной атмосфере мой коллега я тоже так всегда езжу в какой локации будет лучше разместиться аренда если смысл у местных жителей на месте искать или через сайты то же самое будет так смотрите во первых да и смысл море прохладное но он и так черногории почти всегда прохладное в это время со второй половины сентября уже море прохладное да в этом году был какой-то феномен в черногории было теплое море но опять же как теплое для тайского но было ледяным у нас таиланде двадцать девять тридцать море да а в черногорина было там двадцать пять двадцать шесть вот но по-черногорским меркам теплое то есть если вы рассчитываете вот где-то красиво сидеть работать красиво гулять иногда окунаться в море там проплыли чуть-чуть и вынырнули да прям очень хорошо советую людей поменьше погодка будет хорошая у местных искать жилье ну я не знаю цены мне кажется будут очень такие же что искать через сайт другое дело что я бы нашел через сайт приехал бы посмотрел в живую без предоплаты потом уже его снял вот так советую потому что вы знаете что на картинках и в живую она бывает очень сильно по-разному выглядит да так какую лучшую локацию я советую кота которский залив прям вот огонь до которский залив там какой-нибудь пират тиват или тиват вот где-нибудь там очень хорошо будьте очень довольны так уральский зумруд это миф про уральский зумруд рассказывал нет это не миф они есть они существуют они бывают хорошего качества прям мирового то есть дотягивают до комбийских но дело в том что они дорого стоят потому что в россии налоги взятки поборы сборы потому что расходы огромные вы видели да в африке мы там лопаткой копнули нашли алмаз и сравните кимберлитовые трубки в якутии там какие расходы громадные до космические просто ну вот собственно есть до уральский зумруд существует но дорого то есть я считаю неоправданно дорого за эти деньги можно купить колумбийский больше лучше и другой другой так давайте последний и делаем вторую часть как константин умудряется сочетать атеизм с верой и заклинаниями амулетами ну вот так вот я атеист а шаманизм буддизм индуизм все остальное что я изучаю амулеты заклинания это антропология этнографии такие науки ну вот как ученые могут это совмещать вот собственно так я совмещаю мне очень нравится это же но по сути достояние человечества да вот эти всякие легенды поверья я прямо от этого тащусь и получается что почти всю осознанную жизнь этим занимаюсь изучаю все это так пока все делаем вторую часть всем спасибо